Ну что ж, а я, собственно, перехожу к нашей сегодняшней теме. Тема большая. Инфографика и визуализация схемы, инструменты и практика их применения. Если вы следите за моими вебинарами, я каждый апрель, скажем так, апрель каждого года провожу вебинар, так или иначе, связанный с визуализацией, инфографикой, динамической или какой-то иной. Ну, сегодня у меня вебинар, мы сразу перейдем, не будем долго говорить о том, что такое инфографика. Я надеюсь, мы уже об этом знаем больше. И сегодня у нас будет вебинар, в котором будет больше говориться об инфографике, чем о визуализации в целом. Ну что ж, собственно, давайте перейдем к началу. Первый слайд, собственно, мой, это представление моего курса, в конце я тоже о нем расскажу. Да, спасибо, я вижу, кто-то уже вопрос задает. Сейчас после этого слайда я отвечу на него. И хотел бы сказать, что попросить всех задавать вопросы как раз во вкладку «Вопросы». Это облегчит мне ответы на них, потому что я могу какие-то вопросы пропустить, если они будут в общем чате. Итак, курс будет мой называться «Практическая инфографика». Начнется он 16 мая, как я говорил. Будет состоятельен из шести относительно независимых мастер-классов. То есть каждый из них можно в отдельности рассматривать. Тем не менее, вместе они образуют вот этот курс «Практическая инфографика». Программы и подробности вот здесь, собственно, только что я эту ссылку вам дал. Второй раз давать сейчас не буду. Прошу любить и жаловать. Состоится он до 13 июня. Первые два мастер-класса состоятся в течение одной недели, а потом мы будем встречаться раз в неделю и закончим 13 июня. Вот такой у меня план. В самом конце я сегодня расскажу конкретно, что это за мастер-классы будут. Может быть, тогда вам будет понятнее и интереснее. А мы переходим сегодня к нашей сегодняшней теме. И у меня будет три раздела. И на первый взгляд они немножко не будут отличаться друг от друга. Но вы увидите, что на самом деле они отличаются по содержанию. Названия их будут похожи. Итак, идеи, данные, схемы, инструменты. Давайте несколько слайдов. В самом начале я посвящу каким-то базовым вещам. Не буду объяснять, что такое визуализация, что такое инфографика. Просто скажем пару... А, я обещал посмотреть вопрос. Одну минутку. А, это не вопрос. Здесь просто здравствуйте. Написано. Хорошо. Итак, просто пару слов о том, как соотносится визуализация и инфографика. Ну, очень просто соотносится. Визуализация – это объемлющая область по сравнению, область знаний по отношению к инфографике. К визуализации относится все то, что изначально не является визуальным, но мы чисто искусственно придаем ей некую визуальность для того, чтобы это нечто стало более понятным. И это нечто мы смогли бы каким-то образом передать через эту визуальность нашим слушателям, зрителям, ученикам, студентам, ну, кому угодно. Короче говоря, тем, на которых мы хотим оказать какое-то воздействие информационное. Вот, инфографика – это более, это часть визуализации, которая, так вот, мне тут вебинар сказал, что нестабильное у меня соединение. Я хотел бы еще раз спросить, хорошо ли вы меня видите и слышите. Если что, я могу отключить видео. Нормально пока. Ну, ладно. Вы мне, да, пожалуйста, просигнализируйте, если будут какие-то проблемы. Я тогда оставлю один голос. Так вот, инфографика – это более функциональная, более формализованная, что ли, часть, да? Во-первых, инфографика, ну, традиционно инфографика делится на две такие большие категории. Это инфографика знаний и инфографика данных. Инфографика знаний – это про визуализацию всего каких-то тезисов, не имеющих отношения напрямую к цифре. А инфографика данных – это, я бы ее даже назвал собственной инфографикой, да? Это инфографика чисел. То есть, когда у вас есть большое количество данных, эти данные неудобоваримы, их очень трудно давать в виде таблицы или даже нескольких таблиц или рядов каких-то, да? Инфографика и визуализация является способом донесения этих данных до ваших потребителей этих данных. Вот, потому что сами по себе эти данные потребляются очень плохо. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Я хотел бы отметить, что инфографика вообще – это передовой край визуализации, она наиболее востребована. Связано это с тем, что, ну вот, взрывной рост данных, и наша цивилизация превращается в цивилизацию данных. И объяснять эти данные – это один из креугольных камней цивилизации. То есть, то, что что-то там кто-то в этих данных понимает – это еще полбеды, да? Как говорится. Надо же, чтобы понимали достаточно широкий круг людей. А это уже не так просто. И как раз инфографика этим целям и служит. Инфографика более формализована, чем визуализация вообще. Ну, связано это с тем, что, во-первых, числовые данные естественным образом лучше формализуются. Ну, и кроме того, инфографика формализуется через популярные инфографические схемы человечества за время существования инфографики. Ну, а трудно назвать первую инфографику на самом деле, но я думаю, что вот все мы видели в школе рисунок функции на уроках математики. Да, ну, вот это вот типичная инфографика. Да, и вот как начали что-то рисовать, то... Да, как только данные начали рисовать, это и есть инфографика. Вот это график функции, можно сказать, это первая инфографическая схема, да? Вот, сейчас существует несколько десятков, если не сотен, на самом деле, популярных вообще инфографических схем, популярных, наверное, несколько десятков. Вот, и это вторая часть формализации. То есть человечество придумало уже некие формальные визуальные схемы и некоторые правила, по которым числовые данные хорошо представляются в виде каких-то определенных схем. Ну, и уже в самое последнее время, последние десятилетия и даже, я бы сказал, там, последние десятилетия активно развивается инструментарий для инфографики. Это то, что нам наиболее интересно, потому что инструментарий развивается в разные стороны. Долгое время он развивался в сторону профессиональной инфографики. Для профессиональных дизайнеров-инфографов было достаточно много сложных инструментов. Сейчас также развиваются инструменты, связанные с авторским применением инфографики. И нам это наиболее интересно, когда человек, сведущий исключительно в самой инфографике как таковой, не являющийся дизайнером или программистом, может легко строить хорошие, красивые и, самое главное, объясняющие визуализации на основе своих данных. При помощи инструментов, просто изучив эти инструменты и, как сказать, сделав их своими. Ну что ж, мы идем дальше и поговорим вообще, с чего начать инфографику. Вот универсальный первый пункт для всего, да, когда вы объясняете что-то новое, как этим пользоваться, с чего начать. Универсальный пункт – это определить цель применения, в данном случае, инфографики, да. Ну, действительно, часто, конечно, мы применяем что-то только ради того, чтобы применить, потому что нам это нравится, нам это кажется красивым, эффектным и так далее. Но надо всегда, конечно, ставить какую-то цель, и эту цель достаточно жестко можно поставить вот с таким вопросом. Что они должны сделать после того, как увидят эту инфографику? То есть вот так вот достаточно жестко. Они – это те люди, которым вы обращаетесь с данной визуализацией. Вот так вот, что они должны сделать? Ну, или в более мягкой форме, что они должны понять, например, да. Вот так вот. Далее, определите месседж своей инфографики. Месседж, то есть послание. Что вы, какое вы послание своим слушателям даете? Пропадает звук, да? Ну, хорошо, если это будет массово, давайте я тогда все-таки отключу свое видео или постараюсь сделать его… Сейчас, одну минутку. Сейчас попробую. Не хотелось бы сразу переходить в… Так, где-то тут у меня было… Все окей пока. Ладно, не буду пока трогать тогда. Надеюсь, что пропадания будут… Приходится через Wi-Fi вести сегодня вебинар, поэтому так. Итак, месседж. Что такое месседж? Месседж, послание, да? То есть инфографика должна конкретно о чем-то говорить. То есть ваши цифры должны быть говорящими. Это не должны быть просто 10 каких-то графиков, да, которые неизвестны о чем. Все разные, никак не коррелируют, и ничего по ним сказать нельзя. У инфографики должен быть какой-то месседж. То есть по этим цифрам должно быть понятно, что вот такое явление развивается так-то, да, и это, это есть некий… Это важно. То есть именно это я хочу сказать вам, что вот это явление развивается так-то. Или, например, вот эта страна, например, по ВВП отстает, а эта страна, наоборот, идет вверх с течением времени. Ну, таких месседжей можно много придумать, да. Важно, чтобы он был. Когда его нет, то это не инфографика. Это либо вообще бесполезная визуализация, либо это вполне возможно, это какая-то визуализация научного плана, где предлагается просто посмотреть, как оно, вот, как оно в природе получается, да, и сделать вывод уже, может быть, не вам конкретно, а тому, кто… Тому, кто вас смотрит. То есть вы общаетесь с этими людьми на равных, и они могут точно так же этот месседж сформулировать для себя. Вот, ну, это скорее исключение, чем правило. Дальше надо определить, какие данные мы хотим визуализировать. Вокруг нас много данных, да, и вроде бы вот вам понятно, что что-то надо визуализировать, но надо как-то выбрать, какую-то выборку сделать из данных, и именно ее визуализировать, а что-то отбросить как несущественное, что-то отбросить как вообще не имеющее отношение, да, либо что-то не показывать как вносящее малый вклад в ваш месседж, скажем так. Да, далее структурировать, формализовать и унифицировать данные. Ну вот, пока мы смотрим на отдельные цифры, нам все кажется нормально, а как только мы начинаем визуализировать, оказывается, что данных может не хватать. Да, где-то какие-то провалы в данных, где-то данные даны в разных единицах и прочие-прочие реалии жизни, с которыми приходится сталкиваться. Так вот, прежде чем визуализировать что-то, надо все это унифицировать. Нельзя на одном графике показывать метры и сантиметры, там, тем более совершенно разные единицы, или единицы с разной точностью, или там... Ну, в общем, данные несопоставимые. Любые несопоставимые данные нельзя показывать, нельзя визуализировать, потому что, ну, что в данных, то и в визуализации. Визуализация, она сама по себе не содержит каких-то смыслов. Далее, после того, как мы это все формализовали, можно подобрать инфографическую схему, исходя из структуры и количества данных. Очень важно и структура, и количество, да. Структура может быть совсем простая, а может быть достаточно сложная. Ну и количество. Если данных много, то, вообще говоря, не всякое количество данных можно визуализировать. То есть, в конце концов, перед вами монитор, который содержит всего, ну, скажем, 2 миллиона пикселей, и, соответственно, нельзя требовать, чтобы он визуализировал нечто большее, да. Вот. Ну и последнее, это подобрать инструмент и использовать его, потому что схем инфографических много, может быть. Вы можете и сами какую-то новую придумать, да. Вы увидите, что эти схемы придумываются вообще каждый, ну, до последнего, можно сказать. Некоторые инфографические схемы были уже придуманы в 21 веке, и вы можете что-то свое. Но у вас может не быть инструмента, да. Если у вас нет инструмента, это значит вам придется ручками создавать всю эту визуализацию. Если вы к этому не готовы, то, значит, вернитесь на пункт назад и подберите какую-то более традиционную инфографическую схему. Так, следующее. Это, собственно, данные. Это расшифровка одного из пунктов предыдущего нашего слайда. Итак, давайте подумаем с вами, каков источник данных и каков их смысл. То есть, ну, во-первых, можно ли это... Это немножко более общий вопрос даже, чем данные. То есть, этим данным вообще доверять-то можно. Откуда вы их берете? Этот источник надежный? А если этот источник ненадежный, то подумайте над тем, что ваша визуализация, которая имеет гораздо большую силу, чем просто данные, она может просто умножать ложь. Да, то есть, перед тем, как визуализировать, вы проведите факт-чекинг. Вообще, эти данные, они откуда взялись и насколько им можно доверять. Дальше, эти данные имеют смысл? Это близко к понятию месседжа, но немножко другое. То есть, можете ли вы вообще понять суть этих данных? Или эти данные таковы, что вы их никак не можете не понять, не интерпретировать в своей голове? Если не можете, то какой смысл визуализировать то, что вы не понимаете сами? Данные простые или сложные? Для простых данных служат простые инфографические схемы, для сложных более сложные и, вообще говоря, их более сложно, конечно, визуализировать. Но зато более сложные данные, когда они хорошо визуализировать, они производят больший эффект, что ли, да? Они более эффектны и более эффективны с точки зрения объяснения. То есть, объяснить сложные данные без визуализации очень сложно. Ну вот, к примеру, да, для многих в математике комплексные числа являются тем пределом, где кончается их понимание. Почему? Ну, просто потому, например, что функция, комплексная функция комплексного переменного требует для хорошего, для хорошей визуализации требует 4 измерения, а у нас только 3 есть, да? Вот, трудно, потому что представлять надо уже в голове, а это уже гораздо сложнее. Вот. Дальше. Какие ваши данные? Числовые, категориальные, смешанные? Да, ну, с числовыми данными все понятно. Это просто числа натуральные или вещественные. Вот. Категориальные данные – это просто перечислимые данные какие-то, да? Например, цвета. Ну, типовые цвета из радуги – это список из семи цветов. Или это могут быть города-миллионники какой-то страны. Или это может быть, ну, я не знаю, это могут быть имена, фамилии какие-то. Главное, чтобы это был перечислимый список, да, и из этого списка вы что-то бы могли бы выбрать. Вот. Ну, а смешанные – это когда есть и то, и другое в вашей инфографике. Ну, типичный пример – это города и их развитие во времени. Время – это числовые данные. И там, допустим, их, ну, их бюджет, например, да, это числовые данные. А сами города, названия городов – это категориальные данные. Дальше. Каков объем данных и их размерность? Про объем я уже говорил, да, огромные данные, их все равно не визуализируешь, если они существенно огромные. То есть, если они не гладкие какие-то совсем, и можно брать там через тысячу точек, каждую тысячную точку, да. А если они существенно большие, то их трудно визуализировать. Вот. Ну, и размерность, конечно, очень сильно влияет. Одно дело – представлять одномерные данные, другое дело – двумерные, и совсем там третье трехмерные данные. Ну, и выше, да. Дальше. Подаются ли данные формализации? Совсем не все данные поддаются формализации. То есть, иногда это, ну, вот пример, как такой типичный пример – это большие данные. Это вот такой вот хаотический набор данных, из которых что-то можно интеллектуально выцепить, но совсем не факт, что это можно визуализировать, все эти данные. Вот. Дальше. Поддаются ли данные визуализации? Даже если они поддаются формализации, они могут не поддаваться визуализации. Такое тоже может быть. Либо по своей, просто после формализации оказалось, что слишком сложная у них структура, и такой нельзя придумать, такую инфографическую схему, где бы это все было бы наглядно. Ну, или, может быть, такой случай, когда они существенно хаотические какие-то, да, эти данные. Вот. Вообще надо иметь в виду, что, к сожалению, да, визуализации вообще не все поддается. Нам очень хочется, чтобы это… Есть очень много абстрактных вещей, и в том числе и абстрактных числовых объемов информации, которые очень трудно визуализировать или вообще невозможно. Так что, вот, имейте в виду, что, в принципе, ваши попытки что-то визуализировать могут и столкнуться с такой проблемой. Ну, и последнее. Если подходящая под них инфографическая схема, конечно, вы можете придумать свою, но, значит, вам придется что-то руками делать. Попробуйте найти подходящую под конкретно ваши данные, посмотреть опыт и тогда уже что-то использовать. Ну, и последний такой насыщенный слайд. Дальше пойдет полегче. Итак, выбор идеи инфографики. Начнем вот с конца предыдущего слайда. Задумайтесь над тем, какая схема лучше всего передает месседж. Ну, это, во-первых, сегодня я про это буду говорить. Ну, и это из опыта. То есть, понятно, что попытка натянуть, все время хочется сказать, сову на глобус, какую-то не ту инфографическую схему на данные, которые совершенно не подходят под эту инфографическую схему, это типичная ошибка применения инструментов инфографики, которые я встречал на своей жизни в своем опыте достаточно много, тем более, что я вот уже сколько, 4 или 5 курсов по инфографике провел. И типично люди, вот мы изучаем какую-то схему, да, она красивая, она эффектная, но у людей другие данные на руках, совсем не подходящие под эту схему. Ну, нет, обязательно попытаются эти данные туда применить. И вы знаете, от этого иногда получается, что даже данные, которые в цифровом виде были бы более понятны, становятся от этой визуализации совершенно непонятными. Вот, так что ищите ту схему, которая именно вам подходит, и используйте ее. Задайтесь вопросом, вам инфографика нужна чисто в графическом виде, то есть в виде рисунка, или нужна интерактивная инфографика? Конечно, интерактивная инфографика, во-первых, сама по себе выглядит интереснее, ну и потом она может передать дополнительную информацию через свою интерактивность. Вот, скажем, развитием интерактивности является динамичность инфографики, и, собственно, это вот одно из преимуществ инфографики, которое можно применять на компьютере, а не просто печатать в газетах или журналах. Это динамическая инфографика, когда вы, ну, по сути дела, используете время, временную координату, как время. Не как координату на, ну, например, координату Х, да, или координату Т, вот, а именно как время. То есть у вас есть одна, две или три какие-то характеристики, которые вы передаете посредством какой-то схемы, а потом эта схема оживляется тем, что на нее накладывается еще и фактор времени, и в этом факторе времени все изменяется. Цвета, расположение и так далее. И это, вообще говоря, такая динамическая инфографика, которая, я считаю, что она родилась в основном вот уже в последнее десятилетие, так, ну, по крайней мере, в массовом количестве. Это, ну, огромный прорыв, это шаг вперед, потому что любая анимация, она, если она грамотно сделана, она, ну, еще на порядок более убедительна, чем просто рисунок, просто визуализация. Ну, да, размерность времени, я как раз про нее только что сказал, что ее можно, конечно, время показывать и геометрически, но если вы его показываете как время для анимации, то это тоже замечательный эффект. Ну, и конец последнего. Это эмоциональность и драматический эффект. Эмоциональность часто применяется для подчеркивания месседжа. Ну, и когда речь идет о динамической инфографике, вот этот вот драматический эффект, эмоциональность, она появляется, ну, не то чтобы сама собой, но возникает именно в связи с тем, что что-то изменяется. Да, и то, что нам казалось, ну, просто сухими, сухой информацией приобретает драматический аспект. Что-то начинает с чем-то как бы бороться, да. Вот, ну, вы это увидите, когда я соответствующую схему покажу. Вот, ну, а пока немножко поговорим про месседж, про эмоциональность, драматический эффект уже на примерах. А вот мой любимый пример. Может быть, если кто-то ходил на предыдущие мои вебинары по визуализации, он знает смысл этого, да. Не буду здесь задавать вопрос, что это такое, сразу отвечу. Это распределение по процентам оценок на экзамене. Ну, экзамен вроде нашего ЕГЭ. Вот, только с участием преподавателя. Это польские данные. 30 баллов – это, ну, нечто вроде зачета, да. То есть мы видим здесь, здесь месседж состоит в том, что человеческий фактор присутствует при приеме экзаменов. Да, мы видим, что люди, преподаватели все-таки стараются натянуть оценку выше. Если 30 – это проходной балл, то, соответственно, те, кто реально выполнили экзамен на 29, 28, 27, вот где-то только в районе 23 уже преподаватель считает, что натягивать на зачет уже не имеет смысла. Это чистая двойка, условно говоря. А всех остальных он пытается все-таки натянуть на 30 баллов. Вот поэтому в районе 30 баллов есть вот такой вот горбик, совершенно необоснованный с точки зрения статистики. То есть это чистый человеческий фактор. Вот вам и месседж, да, инфографики, который ярко виден. Вот еще один месседж, классический пример. Я его взял из книги Александра Богачева. Сейчас я об этой книге вам немножко расскажу. Это классический график, классическая инфографика. Уровень ВВП в странах СССР, ведущих капиталистических странах, с 28 по 39 год в процентов к уровню 28 года. Ну, мы видим, как бодрое СССР растет экономически, да, по сравнению с другими странами. А вот это месседж, да, а вот другой график. Тот же график, только в... Рост не в процентах, а в абсолютных единицах, да, номинальных. И мы видим, что здесь совсем другую картину. Несмотря на то, что здесь тоже можно заметить хороший рост у СССР, мы видим, что другие страны, во-первых, по абсолютному показателю гораздо выше находятся, а во-вторых, они тоже неслабо растут тогда. То есть можно сделать совсем другой вывод, и месседж здесь будет совсем другой. А какая, собственно, где правда? Правда и там, и там, на самом деле. Нет никакой лжи ни в первом графике, ни во втором графике. Просто разные месседжи. И когда вы делаете свою инфографику, вы должны это понимать, что вот здесь вот у вас есть слово. Слово есть не только у данных, да, но и у вас. Что вы хотите сказать этими данными? И выбрав соответствующую схему, вы можете сказать разное своей инфографикой. Ну, а вот, собственно, книжка, о которых я говорил. Александра Богачева «Графики, которые убеждают всех». Я всем советую эту книжку приобрести. Либо в бумажном виде, либо в электронном на Алетресе. И тут вы, в этой книжке, вы получите большое количество инфографических схем. Объяснение этих инфографических схем, объяснение ошибок, часто для этих инфографических схем, ошибки использования. А также краткие рекомендации по поводу того, каким данным эти инфографические схемы применяются. прекрасная книжка, я ее прочел буквально за вечер. Она небольшая, но достаточно интересная. А вот, да, я обещал еще рассказать про эмоции. Ну, вот пример эмоций в инфографике. Это, правда, ручная инфографика, да, вы видите в газете New York Times 8 апреля 2020 года, когда семимильными шагами развивалась пандемия коронавируса. И вот количество смертей в разных городах. Помните, было время, когда в Нью-Йорке была самая большая смертность. Вот, по крайней мере, по США. Не помню, по миру было или нет. Вот. И вот так это было показано. Видите? Такой вот график в виде пирамиды, который пробивает даже название газеты. То есть, вроде бы, выходит за ту область, которая инфографике отведена. Это чисто эмоция, да. И здесь понятно, что эта эмоция работает тоже на месседж, да. Посмотрите, кошмар. В Нью-Йорке творится кошмар. Надо срочно что-то делать. Вот такая вот эмоция. К эмоциям мы еще вернемся, когда будем говорить о динамической инфографике, да. Ну, а пока давайте ко второму пункту перейдем. Где посмотрим схемы, инфографические схемы. И вот самая первая схема, на которую я хотел бы обратить внимание, это нулевая схема. Это схема, когда у вас всего несколько, одно, два, три значения, но очень важных. Вот можно, конечно, пытаться рисовать три столбика, да, как-то, или один столбик, или еще что-то как-то. Но в этом нет смысла. У нас люди на 99% грамотные, они числа знают, что такое число, да. И если много чисел, там, например, большая таблица, это неудобно, но одно число-то они точно могут воспринять нормально. Иногда просто достаточно это число напечатать крупным шрифтом, и все будет нормально. Только это, то есть вот это вот крупное число, оно и будет само по себе инфографикой для себя. Вот здесь пример, который я взял у Андрея Скворцова из его лекции. Это генеральный директор компании «Меркатор», которая занимается объясняющими роликами, в том числе и инфографическими, любыми визуализациями, да. И вот это как раз его пример о том, что вот если у женщины старше 40 лет маммография показала наличие болезни, то есть положительный результат, какова вероятность того, что она больна? 7,8%. Не потому, что измерение плохое, а потому что априорная вероятность болезни, она очень низка. Поэтому даже при высокой точности измерений у вас небольшой процент на то, что вы действительно больны. Вот. Ну вот пример того, когда просто цифра само собой, число само собой является инфографикой. Простые данные. Вот тут 4 простейших инфографических схемы для простых данных. Простые данные – это, как правило, ряд чисел, либо размерностью 1, то есть просто ряд каких-то чисел, ну, либо чуть-чуть сложнее. А вот столбиковая или столбчатая диаграмма, которая может быть как вертикальная, так и горизонтальная, она достаточно популярна, и она достаточно хороша для многих случаев. Вот. Как правило, по осям ординат располагается какое-то численное значение. По осям, по оси Х располагается, как правило, может располагаться численное значение, но части располагаются категориальные значения. Например, вот какие-то города, вот здесь в данном случае яблоко, груша, апельсин. Ну, и столбики имеют разный размер в соответствии с тем значением, которое они имеют. Вполне себе... То есть для простых данных лучше и не надо, не надо ничего особо придумать. Другой вид использования диаграммы для таких простых данных – это круговая диаграмма. Ее вы видите слева, снизу. С круговой диаграммой связана большая часть ошибок, которые часто допускаются. Это когда люди берут 30-40 значений каких-то, да, и пытаются запихнуть их в круговую диаграмму. Особенно, когда есть несколько секторов больших и штук 20 секторов маленьких, совсем-совсем маленьких. Это так не работает. Круговая диаграмма, кстати, в отличие от столбиковых, где можно показать вполне 10-15 значений, она ограничена... В своей визуальности она ограничена пятью, шестью, ну, семью секторами. Дальше становится уже все не так красиво и не так визуально. То есть, если у вас есть много разных данных, просто сгруппируйте все остальное в сектор, который так и назовете, остальное, да, или как-то иначе. И таким образом эта диаграмма покажет пять самых ведущих категорий, да, а по остальным будет просто информация совместная, суммарная. Таким образом, мы видим, что столбиковая диаграмма, она насыщается не так быстро. То есть, она насыщается, когда 10-15 значений, а здесь насыщение уже после 6-7 происходит. Поэтому круговую диаграмму можно использовать, но когда данные еще более простые. А справа наверху мы видим некий усложненный вид столбчатой диаграммы. Это когда у нас есть, условно говоря, второе измерение, но там немного значений. То есть, 5-6 значений, там 4-3. Ну, например, города, бюджет городов, да, но есть еще значения за 5 лет. Да, вот можно давать вот такими вот столбиками. Желательно также поиграться с цветами, где будет разное значение для разных лет, чтобы легко было сравнивать по цветам разные, разные года у разных, одинаковые года у разных городов. Вот. Тоже хорошо работает. Ну, разумеется, когда таких годов очень мало, да. нельзя это сделать даже для 10-ти годов уже, даже для 5-ти это уже смотрится немножко так, насыщенно слишком. Вот. Но когда немного, то смотрится нормально. Ну, и последний простой способ, это когда мы используем площадные фигуры, круги, квадраты, прямоугольники и так далее. Здесь есть, это можно делать, когда вы просто рядом ставите несколько прямоугольников, например, несколько квадратов или несколько кругов и говорите, что вот это один город, это второй город, это третий и так далее. а что, да, что вы передаете? Чем вы передаете, например, размер ВВП этих городов? Площадью. Некоторые думают, что размером линейным. Нет, это не так. Глаз при сравнении фигур использует площадь. То есть, он видит, что фигуры различаются своей площадью. Именно площадь считает визуально тем, насколько они отличаются друг от друга. Таким образом, если делаете так, используйте площадь, а не линейный размер совсем. Вот. Еще хуже бывает, когда художники экспериментировали, дизайнеры, да, и вместо площадных фигур рисовали какие-то трехмерные фигуры. Кубы или шары. И вот предлагали вот такой вот. Считали, что раз красивее, значит, и лучше. Нет, не лучше на самом деле, потому что глаз вообще не знает, за что цепляться. Глаз не очень хорошо сопоставляет объемы. Вообще, наш глаз на точное сопоставление объемов не очень натренирован. Это первое. Во-вторых, мы эти объемы пытаемся представить на плоском экране или на плоской бумаге. Это тоже так не работает. Поэтому мы все равно пытаемся сравнить площади, работаем по площадям. Не используйте вообще трехмерные представления. Они, во-первых, на мой взгляд, и красивости-то никакой не добавляют. А во-вторых, они сводят на нет наши старания по тому, чтобы сделать что-то визуальным. Мы путаем просто нашего потребителя информации. Отношения. Тоже достаточно простые с точки зрения объема могут быть или там объем может быть вообще на самом деле большой, конечно. По своей структуре совсем другое. То есть нам есть некоторые объекты, которые представляют из себя точки и про эти объекты мы ничего не знаем или ничего не хотим рассказать. У них нет никакой численного значения. Но зато мы знаем, что эти объекты каким-то образом относятся к другим объектам, вступают с ними в отношения. И для этого существует тоже целый круг диаграмм. Самые простейшие вот слева представлены, когда точки представлены. Точки, как правило, это тоже категориальная информация, то есть те же города, страны, объекты какие-то, люди и так далее. Их можно подписать снизу. А вот такими дугами мы показываем отношения между ними. если эти объекты имеют еще и какую-то географическую привязку, то это вариант диаграммы слева снизу. Вот такая карта вместе со связями. Обращаю внимание, что здесь указывается исключительно наличие этих связей и ничего не говорится о каких-то численных характеристиках этих связей. А вот инфографическая схема, которую мы видим справа наверху, это называется хордовая диаграмма. Ну, и то, что наверху, и то, что внизу справа, это хордовая диаграмма. А вот то, что наверху, это хордовая диаграмма, которая позволяет передать некоторую численную информацию. Правда, о небольшом количестве контрагентов. Мы здесь видим, ну, вот здесь мы видим пять каких-то сущностей, которые обмениваются друг с другом какими-то численными значениями. Я не знаю, что это такое. Это может быть экспорт нефтепродуктов или экспорт импорт или какие-то иные характеристики. важно, что они друг с другом как-то обмениваются и этот обмен, эти отношения, они имеют численное значение. В данном случае это толщина вот этого, этой хорды, которые они, криволинейной хорды, которые здесь нарисованы. А снизу более упрощенный вариант, это когда хордовая диаграмма, она, собственно, повторяет диаграмму линейную и просто сами объекты рисуются по кругу и между ними просто рисуются либо хорды в виде прямых, но это не всегда хорошо, потому что соседние точки, если их связывают отношения, то может быть некрасиво нарисовано, поэтому справа вариант вот такой вот тоже криволинейной хордовой диаграммы, который лучше это описывает. по сути это аналог линейной сетевой диаграммы. Для научных данных применяются специальные виды или видоизмененные схемы, которые тоже столбчатые диаграммы или что-то другое. Ну вот слева наверху мы видим такой относительно простой пример, это две функции, на самом деле это не просто функция, это функция распределения вероятности какой-то величины, это то, что встречается очень часто при измерениях и много где в науке, ну современный язык науки это статистика, потому что ничего не бывает, особенно если мы что-то измеряем, ничего мы не можем знать точно. Поэтому вот такая функция распределения это один из видов передачи информации о какой-то величине и ее измерении. Ну и вот снизу это так называемый мне очень нравится это название, снизу слева скрипичная диаграмма, которая рисуется на основе некоторого иногда небольшого количества измерений вот и собственно мы видим, что ее обвод это и есть симметрично построенная допол семей симметрично дополненная функция вероятности, а внутри у нее вот точкой показана медиана то есть условно говоря там значение половина значения измерения выше половина ниже да вот ну и некий доверительный интервал по какому-то по какой-то вероятности например по 0.95 должно попасть в этот интервал всех значений или 0.9 как договоритесь там ну в медицине например 0.95 считается наверху более простой вариант без всяких функций нарисованных просто столбиками показаны медианные значения отрезками показан доверительный интервал вот слева то же самое в двух измерениях то есть когда у нас есть два две измеряемые величины вот центр это медиана а вокруг нее доверительные интервалы по одной и по другой величине ну если кто-то из вас когда-то изучал статистику по учебнику Елены Венцель вы помните что там были все примеры на основе артиллерийские примеры как падает снаряд и что у него есть некое пятно пятно рассеяние скажем так да и он допустим по горизонтали он имеет большее пятно по не по горизонтали а по по дальности большее а по по ширине меньшее вот вот здесь такой пример тоже представлен могут быть разные эти кресты могут быть не обязательно симметричные даже да и не обязательно одинаковые по по вертикали и по горизонтали снизу представлена так называемая точечная диаграмма это когда мы делаем измерение какой-то величины и пытаемся и просто ставим точку на если у нас два измерения вот например мы берем колбу и измеряем температуру газа и давления да вот и ставим эти точки по-разному увеличиваем температуру и смотрим разумеется есть какие-то погрешности измерений да и есть некоторые внутри самого этого закона могут быть какие-то стахатические вещи да то есть он может быть нелинейным вот и вот мы получаем такую совокупность если эта совокупность она сводится к какой-то кривой можно представить по крайней мере о том что это какая-то кривая то есть некое мы говорим что между этими двумя характеристиками есть какая-то связь то есть корреляция а если совсем мало вот как на втором графике да то это либо у нас измерения совсем плохие либо корреляция отсутствует между очень мало или отсутствует между этими двумя измеряемыми величинами вот тоже очень часто применяется в научных работах такой вид диаграммы многомерные данные это очень интересный такой сложный интересный вопрос как их сравнивать по каким характеристикам и как рисовать главное да вот вот мой любимый вариант показа многомерных данных это пузырьковая диаграмма когда у нас есть величины которые мы измеряем достаточно точно и их мы как правило откладываем горизонтали и вертикали потому что смещение точки на плоскости это то что мы глазом можем увидеть с наибольшей точностью дальше следующую величину какую-то мы можем задать в виде радиуса вот этого кружка или пузырька как часто его называют и еще одну величину мы можем задать цветом как правило дальше уже работает хуже то есть размер мы можем глазом оценить не так хорошо как смещение но все-таки еще достаточно хорошо цвет градации цвета которые мы можем использовать если это непрерывные данные они категориальные которые просто красим цвета радуги они разумеется различные то здесь мы можем различать но можем явно рассчитывать на 5-6 ну максимум на 10 различимых значений но все равно различаем ну и последнее мы можем еще поиграться с формой этой фигуры например например можем нарисовать здесь эллипс или нарисовать эллипс с разными соотношениями сторон я правда таких инструментов не знаю вот можем нарисовать где-то где-то кружки где-то прямоугольники где-то шестиугольники таким образом еще одну категориальную измерение добавить вот смотрите уже я назвал 5 измерений которые мы можем представить на пузырьковой диаграмме это на самом деле очень очень круто да вот но еще мы чуть попозже поговорим если добавить время то есть изменение во времени этой пузырьковой диаграммы вообще получается ну просто чума то есть такой эффектная диаграмма для предоставления данных она просто просто завораживает а вот диаграмма которая снизу снизу слева это так называемая радарная диаграмма она я ее вам категорически скажем так я вместе с Александром Богачевым категорически не советуем вам ее использовать несмотря на то что она очень популярна в очень популярна в для сомнения всяких TPI то есть ее очень любят менеджеры администраторы гораздо реже она применяется в научных исследованиях да но иногда применяется дело в том что она вообще говоря ну вводит в заблуждение в зависимости от того смотрите тут как бы есть несколько осей да по каждой из них ну например вот TPI да вы рисуете себя и у вас есть некоторые характеристики которые вы которых вы достигли в текущем году вот и вот рисует вот такую вот звездочку про вас но извините если вы все очень сильно зависит от того в каком порядке вы эти оси нарисуете да и иногда это получится звездочка иногда это получится нечто вроде улитки и эффект от этого будет будет разный более того да мне могут сказать что в конце концов мы все равно площадь определяем да и скажем так большая площадь это хорошо ну или наоборот плохо да вот смотря что там по осям отложено вот а вот маленькая площадь это плохо да и сразу видно что площади не соответствует но во первых в данном случае площадь вообще ни о чем ну мало о чем говорит во вторых опять же у улитки и у звездочки при одних и тех же значениях могут быть разные площади в общем я вам не советую применять эту диаграмму а если вы являетесь пользователями этой диаграммы то имеете против нее против нее противоядие и ну как бы пытайтесь понять что на самом деле здесь изображено в этой диаграмме еще одна диаграмма если не изменяет память она называется интервальная это справа наверху это столбиковая диаграмма с когда у нее еще и ширина играет роль какую-то да вот к сожалению не могу вам ее там порекомендовать на все сто процентов она не всегда является не всегда является интуитивно понятной вот ну тут если вы видите тут такой особой столбиковая диаграмма когда несколько значений показано одно над другим например состав ста процентов ну ввп состоит из того-то 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 на сто процентов вот такие столбиковые диаграммы тоже есть мы их не рассматривали но тут в данном случае еще и ширина играет роль и другой параметр какой-то показывает вот лично мне такие диаграммы не нравятся и мне они не окажутся там интересными а вот последний вид который мне нравится справа внизу это так называемая тепловая карта это просто классная диаграмма которая очень хорошо представляет при помощи цвета очень хорошо двумерные данные можно передавать вот причем это ну иногда это может быть даже и наилучший способ представления двумерных данных причем тут могут использоваться как правило по горизонтали используется какой-то какая-то исчислимая величина то есть число какое-то а по вертикали может могут быть использованы как численные данные так и категориальные вот здесь видите город а город б город с и так далее очень здорово все показано то есть мы практически там за несколько секунд понимаем о чем идет речь и я с удовольствием это как раз в своем курсе буду демонстрировать откуда откуда я взял эти схемы кстати с тем чтобы они были ну можно было много откуда взять я их позаимствовал вот отсюда из этого источника это каталог визуализации данных можете на него пройти и просто посмотреть какие схемы существуют там есть некие рекомендации но на мой взгляд они немножко однобокие и не всегда понятные но просто как каталог визуализации данных каталог схем инфографики это прекрасный ресурс который вы должны держать в закладках если хотите ссылку в чат да конечно да я хотел бы отметить кстати что в моей презентации есть несколько ссылок и презентации доступны для скачивания и там ссылки будут доступны но эту ссылку я действительно вам сейчас дам одну минутку так вот вот она и так ставим это в закладке и есть вам понадобится наверное полтора часа но это того стоит вот так что имейте это всегда в закладках ну и последнее про инструменты давайте поговорим разумеется мы можем пользоваться экселем я не рекомендую для простых схем пользоваться экселем ну как-то получается мне не нравится честно говоря хотя конечно можно но мне нравится как в экселе можно сделать тепловую карту простейшими способами вот при помощи условного форматирования вы можете сделать там вот такие вот здесь я пытался например визуализировать дифракцию процесс оптический процесс дифракции уже не помню какую-то на двух щелях или какую-то другую вот выглядит достаточно неплохо еще можно и циферки сами убрать чтобы они не мешали вот ну просто в экселе ну единственное что все что сделано в экселе это не будет интерактивным да и вы не сможете это сможете это разместить в своем веб в своем вебе где-то да ну исключительно в виде картинки ну что ж такое тоже работает ничего следующий инструмент который я очень люблю это сервис дата репер немецкий сервис и в нем я особенно люблю возможности работы с картографическими данными вот где можно покрасить регионы либо покрасить точками на карте объекты вот в соответствии с какими-то цифровыми данными вот совсем хорошо сдал ну и еще очень интересно что в дата репера есть когда вы пытаетесь ей какие-то данные табличные дать он пытается понять какую же вам схему дать сам сам пытается вам предоставить какую-то схему которую посчитает более приемлемой он часто ошибается правда но там с первого раза ничего не получается но в общем такой достаточно интеллектуальный сервис главное он развивается я наблюдаю уже наверное лет 7 как минимум вот он развивается его интерфейс совершенствуется и усложняясь он тем не менее остается достаточно достаточно простым то есть можно просто не лезть в какие-то настройки глубокие совсем уж сделано это очень хорошо с немецкой дотошностью я бы сказал вот и просто сам интерфейс мне очень нравится в нем удобно разбираться интересные вещи получаются вот ну и еще один инструмент с которым к сожалению с августа прошлого года приходится работать через VPN это сервис Flourish но без него совершенно не обойтись потому что только в нем есть ну может быть не только но вот в нем есть особенно мощные инструменты для динамической инфографики вот и этим он совершенно тоже хорош в нем тоже совершенно замечательный интерфейс который позволяет очень тонко настраивать шаблоны как и в предыдущем сервисе да и оба эти сервиса они хороши тем что в своей бесплатной версии они позволяют делать ну 95% всего функционала лежит в бесплатной версии вот поэтому поэтому вот на мой взгляд они достаточно хороши что касается последнего сервиса вот про динамическую инфографику я хотел поговорить немножко да это та инфографика которая как я уже сказал использует время как время да то есть просто годы переносит в секунды например да и при этом инфографика изменяется инфографика превращается в анимацию по сути дела вот если у вас есть данные по ВВП всех стран например за период с 60-го года по наши времена у вас получается увлекательная гонка ВВП разных стран где разные страны выходят на разные позиции друг друга обгоняют и так далее а ведь это на самом деле всего лишь столбиковая диаграмма да оживленная столбиковая диаграмма с некоторыми еще дополнительными возможностями ну например вот здесь мы видим там по-моему 8 столбиков да их может быть на самом деле 100 только показаны первые первые 10 и соответственно у вас неожиданно всплывают из подвала невидимого какие-то страны продвигаются вперед и так далее да это производит впечатление именно гонки вот и в этом динамический эффект который раньше совершенно не применялся в инфографике а теперь мы видим что он дает совершенно ошеломляющий эффект этим такой инфографикой люди любят делиться мы любим досматривать ее до конца смотреть там и так и сяк и в таком году и в этом году и это очень ну это просто очень круто другой пример того же самого это гонка графиков примерно про то же только сохраненные значения они остаются на оси вот вот кстати давайте я этой ссылкой тоже поделюсь с вами можете прямо сейчас посмотреть вот она отличие от предыдущего случая в том что здесь нет эффекта появления какого-то графика которого не было да вдруг он появился все графики с самого начала на месте и здесь количество игроков существенно меньше хорошо работает на 1 2 3 до 5 графиков дальше уже начинается какая-то свалка и не совсем понятно о чем идет речь вот но когда количество игроков маленькое то эта гонка графиков пожалуй еще более динамично и драматично чем гонка столбиков ну и мой любимый пример сейчас я это тоже вам дам мой любимый пример это сейчас скопируем и дам вам посмотреть это особый вид пузырьковой диаграммы которые даже имеют имя схема Ганса Руслинга который впервые в начале 21 века на своем выступлении на TED применил это это оживленная динамическая пузырьковая диаграмма когда пузырьки начинают расти перемещаться из одной части экрана в другой и вот так себе это одна из самых сложных схем потому что здесь многомерные данные могут быть вот например здесь мы видим пузырьки это страны по горизонтали количество это все про ковид я делал эти диаграммы количество выявленных больных по вертикали количество умерших размер пузыря это удельная смертность а цвет пузыря это некий коэффициент безопасности здравоохранения присвоенный ВОЗ этой стране но это долговременная характеристика она не меняется вот ну и вот мы здесь мы пронаблюдали начало эпидемии в разных странах вот тоже достаточно выглядит ошеломляюще ну я имею ввиду не конкретно хвалю свой свою диаграмму а вообще вот такая вот вещь если она еще там вот здесь данные были доступны например по дням буквально да с начала апреля до конца мая до начала мая и вот вы видите как здесь это пузырьки растут да конечно лучше но просто данные по ковиду были настолько обширные и их так легко было получить что сделать из них инфографику было проще всего к сожалению инфографика не всегда мы обладаем данными да по данные иногда скрываются там и так далее мы может и хотели бы какие-то процессы сейчас интересующие нас осветить в виде инфографики но у нас данных просто нет а вот по ковиду были поэтому вот мрачно но зато но красиво может быть так так вижу вопрос используете ли вы функции вот для создания например графиков пожалуй что нет пожалуй что нет если будет хороший такой опыт я с удовольствием его буду применять вот но но нет не применял ну и последнее давайте я подробнее расскажу про каждый из мастер-классов на своем курсе и немножко как раз дополню вот первый мастер-класс который будет 16 мая он как раз посвящен тепловой карте который я очень люблю и всем рекомендую и вот как раз здесь пример приведен опять про ковид но не мой да это немецкий пример по вертикали это возрастные группы по горизонтали это недели сначала а нет это недели номер недели 20 и 21 годов ну и вот мы видим как развивалась я вот не помню это заболеваемость или смертность но вот видим что по разным возрастным категориям развивалась она по-разному вот и вот можно это сразу сразу увидеть как это происходит и например интересный провал в лучшую сторону в возрастном диапазоне с 65 до 75 лет странном где смертность просела да то есть меньше была чем в возрастах более молодых и более старых да это как-то требуется это какой-то месседж который требует тоже объяснения да следующее это инфографика при помощи Data Rapper это инфографика на карте картографическая вот здесь вот такой пример мы будем правда практиковаться не на карте Соединенных Штатах а на карте России или Москвы или Санкт-Петербурга вот такие вот красивые инфографики рисовать далее вот очень интересная схема про которую я не говорил это схема визуализации опросов вот и очень интересная инфографическая схема которая реализована во Flourish которая позволяет многочисленные категориальные данные с небольшим вкраплением численных данных разделять вот например у вас есть показывать показывать в интерактивном виде вот при помощи вот этой вот задаваемых уже конкретным пользователям способа показа ну вот например у вас есть опрос на тысячу человек да и у вас про этих людей известен имя рост вес а дальше категориальные данные там какой цвет они предпочитают какого же какое животное они предпочитают там ну и так далее еще несколько и вот по этим характеристикам их можно сравнивать расставляя эти шарики один один пузырик это один человек и его размер его цвет расположение взаимное вот вот все показано на этой схеме очень здорово вот опросы ну не только опросы на самом деле а любые категориальные данные вот так вот хорошо показывать визуализация времени это как раз про гонки про динамическую инфографику которую мы на одном из мастер-классов рассмотрим далее это вот Ганса Рослинга как раз попробуем сделать пузырьковую диаграмму которая движется это наверное будет наиболее сложный мастер-класс вот ну и последний мастер-класс это визуализация в науке это скрипичные диаграммы может быть еще какие-то диаграммы затронем более простые ну скрипичные мне очень нравится понимаете очень наглядно получается если дать задание например купить полкило орешков каких-то да взять весы ну или не орешков мандаринов например штук 30 померить вес каждого на кухонных весах и вот в качестве измерения сюда поместить и посмотреть что у нас получится получится ли у нас гауссов гауссов кривая или не получится скорее всего не совсем получится вот ну и вот будем считать что мы проводим научный эксперимент такой вот ну как-то так вот я обо всех своих мастер-классах рассказал все они вместе составляют курс на который вы можете записаться вот по этой ссылке давайте я эту ссылку еще раз дам минутку ну и собственно на этом наш сегодняшний вебинар подходит к концу я жду ваших вопросов да пока я да спасибо я пока дам вернуть к своим обязанностям модератора который я одновременно выполняю и дам информацию про сертификаты которые вы можете приобрести спасибо за добрые слова вот я надеюсь что информация которая я вам сегодня привел она была для вас интересна вне зависимости от того пойдете вы на курс или нет я бы конечно хотел чтобы вы пришли были бы моими слушателями но и сегодняшний вебинар сам по себе я думаю тоже имеет смысл как можно объяснить применить инфографику при объяснении грамматики русского языка хороший вопрос ну во-первых я думаю что те орфографические схемы которые придуманы в русском языке это уже немножко инфографика а так вообще можно придумать во-первых всякие частотные вещи можно показывать частотность разных слов можно применить такую визуализацию это правда не инфографика а визуализация скорее как облако слов например вот ну и надо еще подумать да какие вообще численные есть характеристики у языка которые интересны для представления ну а так-то наверное какие-то схемы надо рисовать вот я думаю что учителя русского языка и вообще филологи они придумали уже эти схемы давно да вот эти все красивые рисования разным цветом например разных частей речи или разных частей слова мне кажется это уже инфографика спасибо коллеги всем спасибо да ну и я хотел бы еще отметить что в этом наверное основное и состоит основной творческий процесс то как именно придумать отображение для своей для своей области да вот мне сейчас задали вопрос про русский язык я может быть если подумал полчаса а я бы что-нибудь более умное сказал чем сейчас вот так мне пришло в голову мы как специалисты как раз и должны думать а где у нас есть те области которые мы можем визуализировать и инфографировать вот вот если мы такие области находим то тогда флаг в руки делаем инфографику и получаем за это благодарность от наших слушателей которым стало гораздо понятнее друзья ну что ж все тогда я с вами сегодня прощаюсь спасибо что вы сегодня со мной были про сертификаты я написал кому кому интересно примерно через 3-5 минут после окончания когда я смогу получить статистику нашего сегодняшнего вебинара я смогу ее загрузить в нашу систему выдачи сертификатов и вот по этой ссылке можно будет их приобрести всего доброго до встречи на новых вебинарах директ директ академии приходите на мои вебинары переходите в директ академию вообще на вебинары и на наши курсы до свидания от директ вебинара до от до 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 Продолжение следует...